Сказочным гала-концертом завершился фестиваль «Хрустальный петушок», организатором которого вот уже 8 лет подряд является общественная организация «Лига женщин Моздобра». В этот раз для участников городского фестиваля и их педагогов были подготовлены необычные сюрпризы. Мы даем им путевки в Прометей. Они у нас поедут в Прометей в мае месяце со своими педагогами. Это 3-4 дня нахождения в Прометее, в Лазаревском районе, в лучшем отеле, в котором все включено. И там, конечно, будет и анимация, и мастер-классы. Ну и, я думаю, хороший отдых. Среди обладателей путевки победительница конкурса Юлия Никулина. Она не первый раз является участницей «Хрустального петушка». В этом году Юля читала свое эссе о младшей сестренке Лилии. Занимается Юля в Адлерском центре дополнительного образования «Ориентир». Там изучает основы журналистики. А известный спортивный журналист Анатолий Чайковский посоветовал ей в будущем выбрать спортивное направление и писать очерки о паралимпийцах. Мне очень нравится писать, очень нравится трудиться. И вообще мне очень нравится эта профессия. Мы пока продолжим обучение с нашим дорогим педагогом Людмилой Анатольевной в «Ориентире». А дальше уже как сложится. Потому что Юля помимо этого занимается еще и в музыкальной школе. Она играет на синтезаторе, также на спортивных колясках, танцами спортивными. Поэтому пока еще Юля не определилась. Но такая сфера как журналистика ей очень нравится. Со сцены зимнего глава города Анатолий Пахомов поздравил всех победителей фестиваля «Хрустальный петушок» и вручил меценатам, тем, кто поддерживает ребят в их творчестве, памятные знаки, признание и почет сочинцев. Вы для нас пример настоящего мужества и стойкости. И, конечно же, нам всем следует поучиться у вас жизнелюбию и умению совершенствоваться и достигать поставленных целей. Одни участники «Хрустального петушка» исполняли свои художественные номера со сцены зимнего, другие представили творческие работы в холле театра. В общей сложности в финал конкурса вышло 40 ребят из разных районов города. В этом году впервые дети не только пели, танцевали, мастерили и рисовали, но и продемонстрировали свои первые шаги в профессию. И все они уже в мае отдохнут в Латаревском отеле, где смогут весело провести вместе время и подружиться. Елена Авсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.